Всем геройщикам, привет! Друзья, очередной выпуск Геройской БВГДки и новые слова на буквы О и П. Давайте же вместе разбираться. Огневик. Юни 4 уровня города сопряжения Огненный Элементаль. Универ не буду, огневиков можно поставить на самом деле. Давайте огневиков сразу. Ответка. Имеется в виду ответный удар, который воины наносят во время битвы каждый ход. Offense. В переводе с английского языка нападение. Вторичный навык. Таков он с экспертной, нахуй мне эта коробка тогда. Улик Карбак будет брать. Аджор, как рассказывал в предыдущем выпуске, это синоним слова мяса. То есть те юниты, которые берутся в битву как вынужденные потери. Гелоида. Есть мухи, есть аджор, хорошо под условные улья. Пасфайт. Вторичный навык поиска пути. Да, кстати, в хоте появился новый артефак сапогистраника, который при ношении равен экспертному уровню пасфайта. Пасфайдинг. Наверное, пас. Не стоит он этого. Пепегия юниты четвертого уровня города Аплод Пегаса. Да и, кстати, очень важной обилкой этих существ является подавление магии. То есть увеличение монокоста соперника на 2 единицы за каждое заклинание. Я думаю, Олды сразу поняли, к чему отсылочка. Блядь, что за катка, что за катка, что за катка, что за катка. Что это нахуй за катка, чат. Сколько там армак, на тысячу? Маны нет на армак. Да, там нет маны на армак. Но он хочет убить ангела. Пиздец. Давайте смотрим, сколько здесь урона. Блядь, пиздец, ебучие эти. Я посчитал, забыл про Пегаса. Пегасы порезали ему ману на армак. Ебать, серьезно. Пегасы порезали... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер, ебать. Петрович, герой башни Астрал. Честно говоря, я пытался найти, откуда вообще появилось это название. Но все мои поиски были тщетны. Пика или еще иногда пикейщик. Воин первого уровня города-замок-копейщик. Могу лучше, да. То есть два пикинера, между прочим. Подпереться, подперт и так далее. Короче, все, что связано с этими однокоренными словами. Это обозначение ситуации, при которой в замке на ночь со стратегической целью остаются именно два героя. Итак, попробую привести пример, когда это может пригодиться. Допустим, вы знаете, что в эту ночь ваш соперник собирается атаковать стены вашего замка. Сажайте внутрь основного героя с основной армией. А вне стен замка оставляйте, допустим, какого-нибудь сильного мага, который на первой скорости может дать ударное заклинание и после этого сразу откупиться. Таким образом, вы можете нанести сопернику большие потери еще до того, как он вступил в основную битву. Думаю, что нужно отдельно выделить вышесказанный термин первая скорость. Он обозначает того, кто будет первым ходить во время начала битвы или во время следующего раунда и как средство иметь первым возможность произнести заклинание. Первой скорости нету! Первой скорости нету! Первой скорости нету, Милана! Блядь! Блядь! Покрышка и леглист. Юнит седьмого уровня города Причал Аспид, который получил такое название по всей видимости из-за схожести с автомобильным колесом. Пожалуйста, поиграю в леглистов. Не знаю, если будет какая-то две нычки, там, как это бабки-коробка, что-то еще придумаю, там, не знаю, денег очень много. Может быть, можно через леглистов сыграть, в принципе, утопка, да, какая-нибудь. Пред-мини и пред-макси. Названия говорят сами за себя. Если активно следите за геройской БВГД, то вы помните, что мини-макси – это обозначение размера объектов. Соответственно, пред-мини и пред-макси – это второй и третий размер по величине. Прокнуть или прокнуло – обозначение игровой ситуации, про которой случилась мораль, удача или любое другое событие в пользу игрока. Прохло – синоним слова «везучий» или «удачливый». Прохло. Ну, это если еще эти улики большие. Мы сейчас посмотрим все охраны, конечно. Птичка. Речь идет о юните, но не об одном. Это может быть как пятый уровень цитаделия «Птица-рух», либо седьмой уровень сопряжения «Огненная птица». Они выбили мне птичку, да? Больные ублюдки. Пузо или еще по-другому «Чест» – артефакт, надеваемый на туловище. Думаю, брать этот ящик все-таки. Да чтоб тебя, пять тысячи. Хороший «Чест» одинол. Уже поинтереснее так. Ну и, судя по всему, все-таки налево мы побежим, да, ребят? Друзья-геройщики, вот и подошла к концу очередная герой с КБВГД. Понравился ролик? Обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока.